здрасте всем друзья привет уленьки продолжаем играть на золотом колосе и у нас идет все тот же день что и в прошлой серии за кадром друзья я убрал урожай и в общем то можно даже посмотреть что у нас получилось по урожаю для этого пойдем на ферму во первых собрали мы риса 160 кубов это в принципе стандартное значение с трех полей я его сейчас никуда не повезут соберем еще урожай 2 и тогда уже на паровозике наверное большую партию отвезем также у нас было на складе 180 кубов свеклы и в общем то почти 900 кубов мы собрались нашего поля неплохо вполне себе неплохо поля с рисом я уже засеял осталось только засеять 6 7 поле она сейчас культивируется и наверное засеем его льном потому что нужно нам бабло ален это льняная солома а это деньги семена у нас есть поэтому можно даже сразу отправлять посев не знаю догонит этот товарищ культиватор или нет во первых мы меняем здесь ставим лен ну и конечно же автогруз чтобы все было у нас чётенько ставим ален она загрузить со склада и ставим лена выгрузить склад все стандартненько далее в курс плюе рисуем обычный маршрут туда сюда обратно стартовой точки разгрузки наполнения тут тоже все в принципе понятно на семена загрузка ему надо будет ехать здесь находится семена выгрузка и он соответственно после того как закончить свою работу приедет сюда выгрузить семена и после этого одной кнопочкой он отправляется в гараж вот как у меня здесь все классно работает все этот товарищ поедет у него все будет нормально погнали сходим на поле посмотрим что туда как но где-то он уже две трети наверное он закультивировал так что все нормально сколько типа времени осталось работы 27 минут отлично рисовые поля до рисовые поля у нас засеян и там тоже все прекрасно где-то уже он водичка полностью закончила течь здесь уже тоже закончила водичка течь здесь еще водичка течет поэтому у нас немножко денежки списываются на общинто здесь все засеяно все удобрена на сто процентов все прекрасно не известне пах от это мне нужно а вот паха то нужно на шестом седьмом поле потому что мы там кукуруску точнее свеклу мы там собирали поэтому здесь работать и читель сейчас. Вот он съездил, загрузил семена удобрения. Все прекрасно. Да, поле удобрено на 50% после уборки урожая. Я здесь вот, когда на середине уже был где-то чизель, вызвал самолетик. И самолетик приехал, точнее прилетел, здесь все удобрил. И все прекрасно. Также, друзья, кстати, пришел ответ на запрос по поводу сахарного завода, который мы хотели купить. Поэтому сейчас мы побежим и узнаем, что от нас хотят. Продадут нам его, не продадут. Или придется тратить монеты, или придется пробовать еще раз. Или просто продадут, но задорого. И вот он, сахарный завод. Номинальная стоимость у него 2460, у нас на 500 тысяч больше. Как бы лояльность 100%, но не всегда. 2783, согласен. Продать, ладно, пойдет. Мы берем. И, в общем-то, по сути дела, можно заниматься у нас сахаром, но предварительно, друзья, я считаю, что нужно прокачать завод. Прокачать по полной. И надо узнать, что нам для этого надо. По-моему, это в строительной фирме делается. Модернизация линии, да? Хотя я могу на самом деле ошибаться. Кстати, можно даже посмотреть, что мы еще можем построить. Склад молока нам пока не сильно нужен. Рыбный цех. Вот, надо будет строить, когда купим этот самый рыбхоз обязательно. Ну, ладно, это будет потом. Может быть, брус заранее заготовить. Ладно, производственные линии. Вот сахарный завод, линия переработки свеклы. 55 тысяч литров комплектующих надо туда притарабанить. И, в общем-то, это все дело у нас прокачается. И 100 тысяч это будет стоить. У нас есть 123. Ха, на комплектующие не хватит. Ладно, поехали притарабаним комплектующие, потом посмотрим. Также, кстати, нам, наверное, не помешает прокачать и вот эти линии. 29 тысяч и 28 тысяч комплектующих. Одного, в принципе, хватит. Одного прицепа с комплектующими. Ну, ладно, поехали, купим комплектующие и посмотрим, что у нас по бюджету. Потому что все это дело очень долго будет работать. Сейчас мы как-то так сразу в большие объемы выходим. Да, теплички, кстати, уже тоже созрели. Я, соответственно, их засеял заново. А, и там грунт был пятого урожая. Я, наверное, уже купил грунт. Надо посмотреть на складе садового центра. Да, 700 кубов грунта я купил. Его надо отвезти. Раз его надо отвезти, то товарищ, который у нас все возит, давай, друг, сейчас мы тебя зарядим. Наставим автодрайв. Садовый центр, новый грунт. ВТК, новый грунт. И возить мы тоже новый грунт, обогащенный. Короче, есть возить себе надолго, но здесь все равно пока нечего делать. Далее мы хотели поразвлекаться с комплектующими. Я тут вспомнил и нашел случайно, что мы тут контейнеров дохренища покупали в свое время. И лесовоз. Поэтому, в общем, сейчас я возьму парочку этих контейнеров, отвезу на два завода. У нас есть как раз ман на пасеке стоит. Красивый вот такой оранжевый. Что у нас тут с медом? Полтора куба. Не сильно он быстро делается. Но ладно, это не важно. В общем-то, сейчас я поеду, куплю комплектующие и мы встретимся. Вот тут у нас покупаются комплектующие. Погнали купим. Начнем, друзья, с завода соков и джемов. Туда надо 27 и 28 кубов или 28 и 29. Кто помнит? Я вот не помню, поэтому посмотрим. 29 и 28. 57 в сумме. Да, и денег не хватит тупо на этот самый. Ладно, сейчас что-нибудь придумаем. Берем 57 тысяч комплектующих. Они стоят не так дорого. 14 тысяч. И везем, везем их в сад. Насколько я понимаю, вот этот вот триггер нам нужен. Давайте здесь припаркуем наш ман и погнали в строительную фирму. Сейчас, походу, будем, друзья, влезать в кредиты. Ну, во-первых, линия производства сока. 68 тысяч оплачиваем. Недостаточно комплектующих. В смысле недостаточно? 29 тысяч литров. Я что, зря сюда пришел, что ли? Вот я, лошара. Я купил стройматериалы, друзья. А вот дряньство. Куда их теперь деть? Никуда их не деть. Они нам еще понадобятся когда-нибудь. Короче, этот прицеп я отвожу на базу. А я еще думал, что так дешево стоит. Стройматериалы дешевые, комплектующие дорогие. Короче, прицеп этот на базу. Берем другой и едем за комплектующими. Вот это уже больше, на правду похоже. 39 тысяч стоит. 57 кубов комплектующих. Ну, в общем-то, берем. Остается 68 тысяч и этого хватит лишь. Или давайте сначала сахарный завод, друзья. Он тут рядом находится. Туда 55 тысяч нам. Но, ладно, не проблема. Больше, не меньше. На сахарном заводе паркуем наш вот эту вот штуку. Наш вот эту штуку, да. И погнали в строительную фирму. Денег сейчас потратим, мама, не горюй. Линия переработки свекла. 116-600 нам надо. Поэтому, никуда не денемся, берем кредит. Пока на 50 тысяч. И, соответственно, оплачиваем эту услугу. Работу по улучшению начатый. Сейчас находится в состоянии ремонт. Оставшееся время можно смотреть в меню обслуживания линии. Это все понятно. Также, друзья, нам надо еще купить комплектующие для завода соков. А также прокачать эти самые линии. Это 140 тысяч надо еще брать чисто на прокачку. И 40 тысяч на комплектующие. 230 тысяч кредита у нас получается. Грустно. Но, ладно. Докупаем, друзья, еще 55 кубов комплектующих. 38 тысяч бздынь и минус. И повезли это все дело в сад. Все, ставим эту штуку еще раз в сад. И побежали еще раз в строительное агентство. Потратим последние деньги. Вот, кстати, товарищ, который возит грунт. Нам он не очень интересен. Нам нужно потратить наши денежки. Где у нас? Вот оно. Наше строительство... Да что ты говоришь вообще, Никита? Строительная фирма. Да, линия производства сока. Оплачиваем. И линия производства джема мы тоже оплачиваем. Теперь еще давайте мы глянем. У нас 5000 осталось, кстати. Вот, что глянем? Глянем завод. Посмотрим, сколько по времени это все дело будет перерабатываться. В принципе, на завод соков пока пофигу. А вот сахарный завод. Это важно. Осталось 11 часов. И, видимо, сколько-то минут. Ресурс, кстати, возобновляется. То линия у нас возобновляется. Это все прекрасно. Сдержки за час работы прям большие. Но, ладно. Дальше. Наша задача, знаете какая? Отбить кредит. Сразу же. Я думаю, самый лучший способ это использовать вот этот самый ман и продать клубники. Кредит у нас 230 тысяч получается. За один такой прицеп мы можем срубить 240 тысяч. Если продадим его по хорошей цене. Поэтому я предлагаю это сделать. Прямо сразу же. Клубники у нас много. Миллион четыреста. Да, мы продали немного, но там еще росла клубника, поэтому цифра возобновилась. Короче, давай, загружайся целиком. А мы пока посмотрим цены, куда тебе отвезти. Вот на молочном заводе можно много слить по самой высокой цене. Ну, почти по самой высокой цене. Поэтому давай. Молочный завод. Склад 1. Выгрузка. Едь туда. Потому что мне лень. А я пока пойду посмотрю, что еще нам надо сделать. Да, в садике, кстати. Давайте посмотрим, что у нас тут по влажности. 47%. В принципе, можно сейчас краны пооткрывать. Хуже от этого не будет. Пускай поливается. Правильно? Правильно. Ну, это, в общем-то, довольно быстро все делается. Намного быстрее, чем все это дело полить. Я имею в виду всякой химией, чем компост разбросать. Компоста прям слишком до хрена надо разбрасывать. слишком долго это происходит. Много времени на это уходит. А тут пробежался, кнопочки понажимал, да и все. И все поливается. Вроде бы все работает. Влажность повысится и все будет прекрасно. Когда она дойдет до 100%, вот эти вот механизмы сами выключатся. Люблю я автоматизацию. Прям мне все это нравится. Во. Готово. Все поливается. Все прекрасно. Тем временем, у нас уже почти досеялось поле. Так как сеялка у нас удобрялка, оно сразу же удобрено на 100%. Потому что самолетиком, как я уже говорил, уже удобрил. Так что здесь у нас будет растелен. Заработаем бабла. Культиватор вернулся на место. Какой молодец, а. И тем временем, кстати, Еман уже успел добраться до склада. Какой он молодец, да. Давай, друг, выгружайся. Да отбивай наше бабло. Опс, пошло. Денежки покапали. Клубника падла, конечно, дорогая. И это классно. Люблю дорогие продукты. Хотя кто их не любит, правда. А еще клубнику можно продавать. В очень большом количестве. Единственное, что паровоз сюда не пригонишь. А именно здесь, вот на молочном заводе ее много принимают. 239 тысяч. Как я и говорил, мы получаем за эту самую клубнику. Поэтому мы сразу же возвращаем весь кредит. У нас остается всего 14 тысяч, зато своих. Ман. Наверное, мы сейчас поедем, вернем на место. Все дружище, ты стой здесь. Ман мы подцепим обратно к пасеке, чтобы контролировать количество меда там. Потому что там объем не очень большой. Цепляем это дело обратно. Не знаю, почему он здесь стоит, но переставляйте во мне впадлу. А если вдруг насобирается, можно будет перегрузить в контейнер, отвезти на склад. В общем-то, друзья, на этом мы сегодня закончим. Коротенькая серия, видимо, получилась. Но ладно. Мы как раз тут закончили все работы. Далее, за кадром, у меня товарищ отвезет весь грунт, покатается. Также отвезем всю свеклу на сахарный завод. К завтрашнему утру у нас все созреет и будем, в общем-то, развлекаться с уборкой, продажей и прочими развлечениями. Мы же, видимо, завтра с утра работы будет прям реально много. Надо будет, наверное, и к коровкам заглянуть, посмотреть, что у них там происходит и со всем остальным тоже поразбираться. Вот. Еще раз покосим траву и, наверное, ее уже тут будет пора собирать. Потому что ее тут и так как-то многовато. Я без понятия, сколько раз мы здесь ее косили. Вот. Что с ней делать, еще тоже придумаем. Рис у нас тоже уже залит водой. Тут все хорошо. Причем все три чека. Все растет. Все прекрасно. Короче, вот. Планы вроде бы ясны. Дальше осталась только работа за автодрайвом. Чем быстрее он все отвезет, тем он будет более молодец. Покупок сейчас никаких не ожидается в ближайшие 24 часа. Поэтому, если баланс за всякие амортизации уйдет в минус, ничего страшного. Скорее всего, начнем мы как раз именно с минусом. Вот. На этом, в общем-то, друзья, у меня все. Лайкусики, комментарии, все как обычно. С вами был Никита Дилэй. Спонсорам огромное спасибо за поддержку. Всем огромное спасибо за просмотр. Всем пока-ки.